Всем привет, с вами Мегасириус12, и мы продолжаем проходить игру Корсара 2 с аддоном Возвращение Морской Легенды. Ну, как вы помните, мы в прошлой серии вовсю проходили квесты Странные Вещи Творятся на Архипелаге, которые я, по своему мнению, считаю самым интересным из побочных квестов, на которых, в принципе, даже не хуже основной сюжетной линии Корсаров 2, но тут сюжетной линии как таковой нет в этом аддоне. Поэтому просто будем считать квест интересным. Кстати, мне сказали, что вот этот квест здесь то ли вырезан, то ли не дописан, не помню. Но в любом случае его смысла нет проходить, то есть он, как и вот этот квест, они бессмысленные, как бы нет в игре, так что что вот этот, что вот этот, я даже не буду пытаться начинать проходить все дела. Ну, порошок мумии мы найдем, конечно, а вот дальше, как насчет работы на Скольда, это я уже не знаю. Возможно, там тоже это не прописали. Ну, посмотрим. Я знаю, что можно найти порошок и отдать его, и там квест Аскольда садим, но я не знаю, проходим он дали или нет. В любом случае, пока что я хочу приостановиться насчет квестов, потому что мы уже немало квестов прошли. Согласитесь, а навыки-то у нас всего пятый ранг почти. Легко, ну, оружие, конечно, более-менее раскачано, но не актив, про корабельные умения вообще молчу, да и денег всего 50 тысяч. Это я вот, честно скажу, не так уж и много, то есть... И самое, что фиговое, у нас фиговый корабль. Ну, быстрый люгер, он, конечно, быстрый, я не спорю, но нам надо что-то получше. Также, я надеюсь, сейчас с яркостью все нормально, яркости я убавил. Вот сейчас я вам даже... Хотя не хочу рисковать, но ладно. Сейчас загрузится локация. В общем, вот это... Вот когда я прибавил ее почти на полную, у меня никаких изменений не было на экране. Но когда я посмотрел видео, я уже увидел, что там засвечено все. Не знаю, почему так произошло, но надеюсь, в этой серии все нормально, как вы сами только что могли заметить, яркость я убавил. Ну, ладно, в общем, сейчас у нас будет обычный геймплей, никаких квестов, мы просто отправляемся на поиски хорошего корабля. То есть, одну-две серии я уделю геймплею, потому что нам нужен корабль не слабее корвета, а желательно именно корвет. Ну, фрегат, конечно... На фрегат у нас навигации не хватит, поэтому будем искать корвет. Ну, или хотя бы какой-нибудь там навороченный брик, но все-таки лучше корвет бы я предпочел. Ну, в любом случае, сейчас мы вошли в какую-то битву, без понятия, какие тут корабли. Я даже что-то не посмотрел, сколько там пиратов. А, они же нам все мирные, блин. А, не, не все. Вот уже стреляют по нам, гады. А, нет, не стреляют. Хотя, по карте они нам красные. Ну, может, с пиратами начать воевать, я прям даже не знаю. Давайте, во-первых, зарядимся в картечи уже сразу. Добавляю немножко звук. Вот, этот кораблик меня так и манит. Чертовка. Бригантина, око бездна. О, как. Белая акула, легкая яхта. Ну, это фигня. Так, кстати, у нас команда не показывает. Нет, увы, не показывает. Эй, по нам все-таки стреляют. Не такие, потому что они и мирные. Они, может, на карте на нас не нападают, но... Во всем остальном, так, давайте-ка, я прибавлю время хотя бы на 3. Х, не Х3, какая разница. Э, не, нас почти утопили. Давайте-ка... Да, на абордаж. Так, сразу же вырубаем замедление. Это... Так, оставим 0,25. Зачем так медленно? Да потому что это Бриг. То есть, вы понимаете, что сейчас будет. То есть, сейчас будет очень-очень много народу. Так, извините, я что-то изговорился. И этот... Очень-очень много народу. Этот. Эти. Будут очень сильно хотеть нас убить. Так, я отбил удар в замедлении. Успел блок поставить. Ну, теперь наша задача просто успеть как можно большее количество человек убить, пока... Эй, наши парни еще живы. Учитывая, что стоит замедление, это, конечно, будет... Хорошо. То есть, легко. Но... Как вы видите, персонажи не сильно хотят получать юлей. И блоки ставят, а это очень плохо. Мы, по сути, успеем сейчас убить только... Двоих лучше, лучше троих. По крайней мере... Мне так кажется. Ладно. Да ты... Кстати, нам дали уровень. Так, наши парни еще держатся. Это несомненный плюс. Только я не знаю, сколько я сам продержусь. Потому что если сейчас еще будет бой в трюме... А что-то мне подсказывает, что бой в трюме будет... Там меня и положат в любом случае. Кстати, мне уже сняли половину хп. Давайте-ка отступим. Будем называть это тактическим отступлением. Понимаю, вам, наверное, в замедлении смотреть не сильно интересно. Да и читер на это выглядит. Но, по-другому, я этот абордаж точно без шансов не выиграю. То есть, шансов у меня нету. Если я отключу замедление... Ну, Харе блок ставить, ты пи! Наконец-то. Ага, есть. Так, давайте вот этого чувака гасить заодно и зелец еще убьем. Ты опять... Ты опять начинаешь свою любимую тактику. Достать Пашу своими блоками. Так, нам опять сняли половину хп, но я только что юзал, в принципе, лечилку. Ладно, сейчас убьем этого, захавываем виноградик. Да сдохнешь ты когда-нибудь. Сдох, сдох, сдох. Вижу, вижу. Так, юзаем виноградинку. Так, народу живо очень много. Ну, в смысле, вражеского народа. Нашего практически живых нет. Один. Да я еще додумался вступить в бой. Один. Против. Кучи. Так, ну тут я вижу только одно рациональное действие. Скажем так. Это бежать туда, где они будут по одному. Скорее всего, им не хватит мозгов, и они не оббегут меня по той лестнице, чтобы зайти мне со спины. И я смогу спокойно их по одному зарубить. Только я не знаю, что мне это даст, ведь даже если я выиграю триумф каким-то чудом, я не знаю, как я буду без команды, а команды у меня верняк не будет. Но зато прокачаем навыки. И попытаемся свалить, наверное, так. Так, юзаем виноградину, пока не будет украдить. Лечилки. Так, захавали еще виноградик. Успели блок поставить. Ну вот, да, такая вот скучная битва. Но зато, если мы все-таки сделаем это, то бриг будет нашим, да. А бриг это, знаете... Тьфу ты, бригантина. Ну, даже бригантина это лучше, чем наш быстрый люгер. Но, как я сказал, его еще и захватить надо. Удар. Блок. Ставит он. Не ставь блок, чувак. Не надо блок ставить. Блок плохо. Ого, я проверил ему блок. Блин! Замедление. Я думал, это все. А тут еще пацанчики. Так, у меня кончились виноградины. Сейчас будем юзаться ромом. Лечилки я оставляю напоследок. И надо будет потом обязательно обыскать трупы. Ну, по крайней мере, те, которые еще не успеют исчезнуть. Потому что... Очень важно найти еще лечилок. Иначе битву в трюме мне не пережить точно. Блок успел поставить я. Так, сносим. Я думаю, сейчас мы его убьем. Все, готов. Вырубаем время нормальное. Наконец-то мне уже самому измерение надоело. Верхняя палуба за нами. Ну, трупа в шмонате это дело важное. Но только вот, как бы это все в стою страту времени и сил не вышло. Потому что битва в трюме, она реально, если будет, она, я уверен, будет, то это кончится плохо. Потому что там нет, где спрятаться, чтобы они по одному были. Там придется их встречать толпой. То есть, ну, как минимум, в лучшем случае удастся встать так, что... Это, как его... Сейчас скажу. Что они будут подвое. Ну, даже двое. Это уже не мало. Ну, ладно, сейчас посмотрим, что будет. В любом случае, я нашел пару из человек и зелий. Кстати, не надо мне подлюдиться. Не надо. Хоть у нас почти полное хп, я все равно заюзаю. Ибо, сами понимаете, в моем случае лучше не жадничать. Так, ну, обыщем еще вот эти мешки. И хватит. Так, я хотел лишнее барахло скинуть. Сейчас посмотрим, что я скину. Так, вот подзорную вот эту палубу скинем. Так, это, по-моему, дешево стоит. Вот это, по-моему, что-то... А, нет, минусы нет. Показалось. Так, вот эти вот чашки тоже, я думаю, стоит скинуть. Ну, в принципе, все. Ладно. Пожелаем сами себе удачи. Конечно же, бой на палубе будет. Это нормально. Главное сейчас успеть включить замедление. Я успел включить. Но вы посмотрите, сколько их. Сейчас, если еще сзади кто-нибудь подойдет... А я готов. Не знаю, на что. На собственный канал поспорить. Ну, даже уже спорить не надо. Сзади подошли. Сейчас надо встать так, попытаться исхитриться, чтобы... Не были. Ой, блин. Все, шансов нет, ребята. Шансов нет. Даже в замедлении. Банально, потому что я не успею отвечать даже в замедлении на все их удары. Все, я труп. Меня убили. Просто еще здоровье не упало. Увы, ах. Такие вот дела. Печайка, да. Ну, то умирать-то будешь, а то... А, я же замедление поставил. И время прибавить не могу. Давайте посмотрим на медленную смерть Джек-воробья. Ну. Это типа наши кости, которые каким-то чудом на пляже оказались. Ну, типа мы будем думать, что наш труп выкинули за борт. И нас... Ну, точнее, не нас, а труп Джек-воробья выбросило на берег. И там уже он до костей прогнил. Но в любом случае, я не знаю, зачем я вам это все рассказываю. Версию появления скелета на берегу. Лучше бы я с таким энтузиазмом искал корабль, который мне по силам захватить. А по силам мне захватить все, что до шхуны. Ну, в принципе, саму шхуну можно попробовать захватить. Но тут уже посложнее будет. Так. Не хочу ни с какими нациями ссориться, поэтому, скорее всего, буду искать именно пиратов. А еще лучше, в идеале, просто в идеале, мне искать надо не одиноких пиратов, а бои. То есть пираты против какой-либо нации. Но их еще найти надо, правильно? Почему-то нас в море выбило, я не переходил, то есть я ничего не нажимал, но бывает такое. Правда, обычно такое бывает, когда шторм на нас идет, и уже вы понимаете, что не успеваете выйти в море, в шторм выходите. Но если нажмете кнопку, и тут бац, вас самих в море выбрасывает. Типа такая вот спасательная функция иногда проскакивает. Не всегда, конечно, но бывает. Вот сейчас меня в шторм выбросило. Но тут, скорее всего, меня выбросило, потому что я прям близко вошел. Ну, ладно, тактика в штормах. Скучно, наверное, обратно до последнего. Надо поставиться против ветра, но почему-то мой корабль не хочет слушаться управления, ага, он послушался. Против ветра поставился, и желательно поставить боевые паруса. Но пока я все это делал, уже выход на карту появился. Ладно, меня не это волнует, меня волнуют, где пираты. Если мы сейчас с ними в мире, то, получается, они так не плавают. То есть, их найти можно только в боях таких. Почему опять значок шторма? И они... А, вон он там был вдали. Где сейчас белая дымка. Где-то он там был. Оп, оп. Блин, я даже не знаю. Можно, конечно, напасть на какую-нибудь нацию. Вот что тут плывет, вот он, где сейчас. Зачем сразу нападать? Они с нами в этом, в союзе. Почему я не мог нажать «Плыть дальше»? Ух, блин. Э, чё такое? Блин, я на Исламуле, что ли, приплыл? Я вас где-то видел. Наверное, показалось. Блин. Короче, это квест. Продолжение квеста «Странные вещи творятся на архипелаге». Я думаю, что хочу с вами разговаривать. В таком случае мы будем вынуждены вас убить. Вот такие вот люди в красных балахонах. Хотя в оригинальных «Корсарах 2» всё время говорили, что они в чёрных. Не знаю, почему. Отвечаем. Попробуйте нас убить. Конечно. Ну, с ними битва фигня. Их, кстати, трое. Так что расслабляться всё-таки не надо. И, несмотря на то, что наш главный герой потом напишет, что у них были кинжалы в рукавах, мы видим, что у двоих сабли, а третий вообще какой-то левый. И с кастетом решил напасть на человека с саблей. Да плюс с кастетом дерётся как сабли. Ну, я понимаю, может, у него там своя тактика будет в этом тайном ордене и секте. Но не знаю. В общем, но в любом случае, когда я увидел в первый раз этот квест, вот этих вот людей, мне одновременно стало немножечко не по себе. Да я ещё малёк был. И одновременно стало интересно, кто же это такие. Ну, полного ответа на вопросы, которые такие нам, конечно, не дадут. Но после прохождения квеста мы будем иметь общее представление, кто же это такие. Бухту нас выбросило, потому что нас как-то падра просил в бухте выставить за ним в порту, чтобы внимания не привлекать. Но мы убили их, ну вот этих троих, и теперь мы можем спокойно сесть в лодку и доплыть, чтобы не бегать по джунглям. Хотя можно и пробежаться в джунгли, то есть как хотите. Лично я предлагаю вам всё-таки вариант попроще. А именно в порт Сен-Хуан. Ладно уж, раз так получилось, что я приплыл на квест, значит будем в этой серии квест. Ну, не будем, уже серию можно скоро закончить. Ну, всё потом. Давайте, во-первых, а, поторгуемся, и б, сходим. И это, ну, забыл. Чего? Больше я не себе ничем. А, мы же это, из-за порошка мумии с кучей народу поссорились. Но ничего, в магазине всегда можно торговать, не забывайте об этом. Поторгуемся. Конечно, поторгуемся. Так, что у нас вообще есть? Провианты, оружие, лекарства, досочки. Досочек можно ещё купить, штучек семь. Так, а парусины, я так понимаю, у тебя нет, мужик, это очень плохо, зря ты так. Парусины вещь хорошая. Кстати, у нас навыков нет. Нет, ну, скоро пятые должны дать. Ну, ладно. Давайте личные шмотки продавать. У нас их, кстати, немало. Противоядерон. Всякие ещё штуки. Так, давайте купим зелье. Чего я продавать не хочу. Этого медальона мы сняли с тех чуваков в красных, в красных балахонах. Зловещий амулет сатаниста в форме пятиконечной звезды. Если честно, на пятиконечную звезду это никак не тянет. Это больше тянет на... То ли орла, то ли скрабея с крыльями, я не знаю. Но в любом случае не тянет он на... На пятиконечную звезду. Так, а что у нас тут есть? Есть ракушки всякие. Ну, я всё продавать сейчас не буду. Мне просто банально лень это делать. Значит, продадим самое тяжёлое. Вот савли, например, мне задаром не нужны. Хотя у нас она одна. Вот. Эксерки всегда надо покупать. Запомните. Купим все. Денег не пожалею. Дешёвую карту надо купить. Просто, чтобы была. И знаете что? Надо бы сходить в таверну. Это дам. Знаете зачем? Что, правда, не знаете? Блин. Моя любимая песня из корсаров. Нам надо нанять людей. Неба человека. А в чём думать? Я же смотрел, у нас 40 было. То есть надо было 10. А, я сюда смотрел. Ну что ж, ладно. Значит, команда у нас полная. Блин, не хочу ходить. Люблю эту музыку. Там так атмосферно было. Но вот сейчас вам, может, покажется всё это дело как-то... Я не знаю. Слишком уж рисованным. Или каким-то... Аркадным. А вот когда в первый раз я играл, поверьте, было очень атмосферно. Правда, жалко, что нельзя стереть частично память. Чтобы заново почувствовать всё это удовольствие, которое я получил от самого первого прохождения. Ну ладно, мы идём. Задаём Падре Домингесу, по-моему. В церкви нет спасения. Сдаём ему квест. Так, здравствуйте, святой дед. Я прибыл по делу. У меня есть вопрос. Мне было поручено достать вам это письмо. Дайте-ка сюда. Так, так, так. Так, я так и думал, Хэм. Что же, вы хорошо потрудились, но позвольте задать вам несколько вопросов. Да. Что именно вы хотите узнать? Не было ли у вас в пути каких-либо неприятностей? Вы знаете, отец Бернард попросил меня высадиться в укромной бухте, чтобы избежать неожиданностей. Но дело в том, что меня там уже ждали. Вы хотите сказать, я не хочу бросать ни на кого тень, просто примите это к сведению. В бухте меня встретили трое в красных балахонах, а вот в оригинале-то он говорит в чёрных балахонах, и вообще весь квест будут про чёрные говорить. Косяк такой разработчиков был. Так, и очень интересовались письмом, настолько сильно, что пришлось убить их. Хэм. Смотрю, отец Бернард не зря доверил вам это дело. Это ещё не всё. Обыскав тела нападавших, мне удалось найти на шею каждого из них странные медальоны. Дайте-ка взглянуть на них. Хэм, интересно. Но вернёмся к нашим делам. Вот ваша награда. Благодарю вас. И у меня есть для вас ещё одно дело, если вы, конечно, согласитесь взяться за него. Кстати, оплата за успешное завершение будет гораздо более щедрая, чем в этот раз. И что же вы мне хотите поручить? Так, ну ладно, читайте сами, я уже подустал. В общем, вкратце нам надо забрать чувака, который будет на барке Монтанеза, если я правильно название прочитал, который плавает недалеко от Барбадоса. Но в оригинале Уксбэй, всё как в оригинале. То есть, надо плыть туда. Но, помимо оригинальных Брига и Шхуны, по-моему, или что там было, которые будут нападать на Корветт, в этом аддоне, в этом квесте добавили... Фу-то, Корветт, Барк. Добавили Корветт, вот я перепутал. То есть, теперь там не два, а три корабля нападают на Барк, и отбить его достаточно сложно, а уж с нашим-то кораблём мы подавно. Поэтому нам надо сейчас просто кровь из носа удержаться от Барбадоса подальше. Иначе мы не сможем банально брать этот квест. Так, мужик, какие корабли ты продаёшь? Может быть, я их куплю так? А где цена? А, вот цена. Тяжёлая щебеку, слушайте. Тяжёлая щебека. Мне нравится это название. Мне нравится название «Тяжёлая». Так, смотрите. Оригинальный стоит 31 тысячу. Но, если мы не в обмен на наш корабль, то мы купим всего за 25 тысяч. Давайте, наверное, так и сделаем. Заодно, я надеюсь, наше барахло перетащилось до трюм на месте. У нас, кстати, минус в навыках. Это потому, что нам не хватает навигации. Так, кстати, какие пушки стоят у тебя? 12 фунтов пушка. Это не ахти. Я хотел бы для начала сменить паруса. Давайте поставим чёрные паруса с джеком Рэк. Рэк там, блин. Ну, вы поняли. Нет, давайте переговоры градусы поставим. Так. Говорить ещё раз. Мне нужны орудия новые. Так. Улеврину 16 фунтов дорого поставить. 12 мы планет ставить. Так, а вот пушку 30 тысяч. 20. Нет, 20 дорого. Слушай, дорого. Кстати, нам дали новый ранг. У нас уже пятый. Но не сильно нам это помогает. Ладно, фиг с ними с пушками. Во-первых, давайте ещё раз сбегаем в ТР. Но, кстати, сейчас я хочу уже закончить. Не знаю, длинная она или короткая. Но, думаю, достаточно на сегодня. Но, в любом случае, геймплей мы будем продолжать снимать. То есть, ещё одну-две серии уделим этому. Корабль я теперь нашёл. То есть, нам будет попроще. Да и команда немало. Теперь повоюем, скажем так. Так, 105 человек. Всё правильно. Но давайте-ка всё-таки ещё затаримся припасами. А именно... Ну, сейчас вы увидите. Для начала стоит обязательно ещё купить картечи. Я бы, конечно... Ну, вот 120, да. Точнее, картечи. Я сказал, картчети. Блин, надо так попутать. Так, чуть-чуть ядер купим. Угу. Книг пиля. Кстати, я не обращал внимания, что книг пиля пишутся с двумя П. Буду знать. На будущее. Бомб купим. Но самое главное, это картечи. Блин, опять я путаю. Картечи. Блин. Заговариваюсь, да. Порох. Порох нужен, да. Без пороха никуда. Ну, и жратву, разумеется. Так, давайте купим 110, наверное. Это, блин. Так, ну и, разумеется, нам нужно оружие. Иначе у нас просто не хватит на всех. Но лекарств, разумеется, тоже. Вот, закупились. Ну, и давайте ещё десяточек досок купим. Потому что всё-таки тяжёлая щебека, она тяжёлая. Это значит, что чинить её надо... Чтобы её починить, нужно больше материала. Кстати, курсинки у нас есть немножко. Корабль в хорошем состоянии. Ну, думаю, на этом можно закончить часть. Но прежде чем мы закончим... Так, я хочу проверить одну мысль. Я крысобогу вот этому мужику отдал. Так, короче, ему нужен крысобог. Ну, ладно. Вот, кстати, наша щебечка. Ну, на этом я сочи заканчиваю. Спасибо, что смотрели. Увидимся. До скорого. Также подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И кликайте на рекламу. Этим всем вы поможете моему каналу. И простимулируйте меня снимать дальше. Ну, никого не вставляю, но просто. Так. Ну, как себя потратите, чаще сохраняйтесь. Налить. Сохранить. Всё, в принципе. Спасибо. До встречи. А, кстати, я забыл вам показать. Вот если мы сейчас вернёмся... ...на тот берег, где мы причалили. То есть, где мы убили двоих... ...фу-то, троих сатанистов. Вот, смотрите, мы причаливаем здесь. На нас опять нападают. Но это последний раз, когда на нас нападают. То есть, сейчас, смотрите, мы их убьём. На нас больше нападать не будут. То есть, сейчас мы уплывём, допустим, и всё. Но мы сейчас даже это проверим. Мне самому просто интересно. Я просто не знал, что они спавнятся на берегу. Я думал, они где-то на мосту там, в пещерке. Ну, не в пещерке, а в туннеле. Наподобие пещер спавнятся. Так, они не такие-то и слабые, кстати, я вам скажу. Одному с ними справиться, конечно. Не так-то просто, как может показаться. Так, меня сейчас могут убить. Но я просто так всё-таки не дамся. Сейчас мне надо вот этого заканчивать. Косить. И не забывать блоки. Так, но он блокит сам. Всё, убил. Убил я его. Тактическое преимущество теперь на нашей стороне. Так, один на один. Мы спустим намного лучше. Вот и всё. Сбираем самое ценное с их трупов. Жалко, нет такой кнопки, чтобы нажать не обыскивать. Потому что порой сложно, если они близко друг к другу лежат. Начинайте заново один и тот же труп обыскивать. Так, кстати, давайте-ка заюзаем виноградик, что ли, я не знаю. Кстати, у нас отравление, что ли, или мне кажется. Давайте-ка... Давайте-ка рому выпьем, чтобы отравление вылечить. Сейчас залечимся. Давай-давай. Почти ещё чуть-чуть. Я знал, что ты сможешь... Всё, залечились. Так, выходим в море. Допустим, на карту. Снова сюда. Кстати, посмотрите на нашу офигенскую чёрную щебеку. С чёрными парусами. Прям настоящие пираты. Давайте-ка ещё раз попробуем. Мне кажется, больше спауниться сатанисты не будут. Да, всё верно. Но второй спаун нужен для того, что, по идее, когда вы убьёте первый спаун, вы пойдёте через джунгли, а не будете доплывать до порта. И когда вы закончите дела, вы обратно пойдёте через джунгли, и они вас как бы встретят здесь опять снова. Но мы схитрили, поэтому так. Но я решил вам показать, заодно навыки боя прокачать. Но на этом мы часть заканчиваем. Следующую часть начнём прямо в море, в поисках более мощного корабля, хотя уже и наш неплох новый, который мы купили. Ну ладно. Ещё раз спасибо, что смотрели. Увидимся, до скорого. И не болейте. Так. Субтитры подогнал «Симон»